МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяны Трофимова. Главные новости страны и Чувашии в репортажах корреспондентов национального телевидения. Сегодня выпуски. Достояние Республики. Каким выдался год выдающихся земляков в Чувашии? И какие результаты? Школьники Чувашии придумывают разработки и получают миллионы. Какие проекты признали лучшими в конкурсе «Большая перемена»? Руководители органов власти в роли волшебников. Какие желания загадали ребята из республики на Новый год? И когда они сбудутся? В Театре оперы и балета подвели итоги года выдающихся земляков. В 2022-й был богат на фестивали, выставки и презентации. За вклад в развитие республики многим уроженцам вручили госнаграды и сегодня этот список пополнился новыми именами. Все подробности с места событий у моего коллеги Дмитрия Ковалева. Выдающиеся земляки среди нас. Врачи, педагоги, аграрии, писатели, художники. Все они гости торжественной церемонии закрытия года. Под его эгидой прошли по-настоящему масштабные события. В честь тех, кто своим трудом прославляет малую родину. Так, в этом году был запущен сайт «Земляки Чувашия». На этом ресурсе фотографии, видеоролики, статьи и биографии. О более чем ста уроженцах республики. Его разделы продолжают пополняться. Архивы и музеи подготовили выставки, посвященные поэтам, писателям и художникам. Одним из самых масштабных событий года стал форум «Знай наших». Республика своих не забывает. 2022-й. Это показал наглядно. Мы с вами закрепляем в очередной раз в памяти, или наоборот вытаскиваем из файлов памяти имена наших выдающихся земляков. Конечно же, когда мы говорим о выдающихся земляков, первоначально приходят на ум, приходят те имена, которые, ну, скажем, естественно, очень известные. Это, допустим, архитектор Петр Егоров, наш космонавт, выдающийся легендарный земляк Андреан Николаев, балерина Надежда Павлова, Никита Бичурин, китаевед, или тюрколог Ашмарин. Мы продолжили начатую в 21-м году, ну, наверное, хотел сказать традицию, но, скорее всего, больше подходит слово «дело», по созданию таких конкретных прикладных материалов в виде книг, научных работ, творческих произведений, которые можно дальше использовать. У гостей церемонии мы спросили, чем еще им запомнится уходящий год. В этом году, на самом деле, вспомнили о тех выдающихся людях, которые жили на земле Чувашской, которые несли значительный вклад в развитие нашей республики. Это очень важно для молодежи, тем более, вот вчера, например, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на заседании Курсовета как раз подчеркнул о том, что нам необходимо знать настоящую историю нашей страны. Несмотря на то, что возраст у меня есть уже, мне удалось две премьеры выпустить. Я молодые годы, конечно, за театральный сезон четыре премьеры делал, а сейчас две премьеры. Приходите, посмотрите. Ну, трудный год, конечно, был в этом году. Вот, ну, надеюсь, что все будет хорошо наладиться. Конечно, пожелать всем здоровья. Мечты, идеи все сбывались. Сегодня снова было немало поводов порадоваться за выдающихся земляков. Так, за заслуги в здравоохранении звание «Заслуженный врач России» присвоили заведующей отделением Республиканской клинической больницы Татьяне Киселевой. Вручали и другие почетные награды. Спасибо вам большое за поддержку. Мы очень гордимся. Общие усилия. Общие усилия нашей страны, нашей республики. И, как сказал Олег Алексеевич, мы боремся за то дело, чтобы наши дети были в спокойствии. Еще один выдающийся земляк, народный артист Советского Союза Валерий Яковлев передал символический ключ юным участникам балетной студии и театра. Так в свои права вступает год счастливого детства. Дмитрий Ковалев, Сергей Емельянов, Бахтияр Велиев. Республика. В Доме правительства чествовали тех, кто достиг успеха в труде, внес большой вклад в развитие страны и республики. Среди удостойных государственных наград работники различных структур. Всех их объединяет добросовестность и любовь к работе. Орден за заслуги в культуре и искусстве получил заслуженный художник Чувашии России Владимир Нагорнов. Он создал множество скульптур, раскрывающих историю и культуру чувашского народа. Написал картины с изображениями известных людей. Его работы сегодня известны во многих странах. Кстати, Владимир Нагорнов стал первым из Чувашии, кто получил этот орден. Если жить просто так, это неинтересно. Поэтому ставлю программу, чтобы было интересно и не только нам, художникам, так сказать, а чтобы и артисты, и художники, и писатели, и музыканты, чтобы как-то объединились. Заслуженно оценили и работу Ренады Федоровой. Она руководит комплексным центром социального обслуживания населения Чебоксар. По ее труду видно, что она искренне любит свою профессию. Что оценили наш труд? Хочется выразить всем большую благодарность. Хочется в 2023 году, в следующем году еще большие достижения хочется наметить себе. В этом году вроде мы неплохо поработали. И Олег Алексеевич в своем выступлении тоже сказал. В 2022 год мы завершили неплохо, хорошими достижениями. Орденами, медалями, почетными званиями и грамотами как федерального таги республиканского уровня всего отметили 35 жителей республики. Милена Алексеева, Елизавета Цветкова, Николай Скворцов, Республика. В Доме правительства состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что развитие энергосистемы региона – одна из приоритетных задач. Что у нас происходит, крутится, вертится, движется, обеспечивается в основном за счет электроэнергетики. И вот вы, около 8 тысяч человек в Чувашской республике, обеспечиваете очень надежное функционирование этой системы и обеспечиваете тем самым ежедневное передвижение людей с работы домой, с дома на работу. На сегодня в республике ежегодно вырабатывается порядка 4,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а потребляется более 5 миллиардов. Олег Николаев отметил, важная задача – устранение пока еще сохраняющегося дефицита между выработкой электроэнергии и ее потреблением. Глава региона пожелал семьям энергетиков тепла и комфорта, которые они дарят людям благодаря своему ежедневному труду. Новогодние праздники должны пройти спокойно. Соблюдение мер безопасности и противодействия экстремистским проявлениям обсуждали на заседании антитеррористической комиссии Чувашии. Особое внимание к площадкам, где установлены елки. Только в Чубаксарах насчитывается 15 таких мест. Ожидается, что именно сюда, в новогоднюю ночь, приедут многие горожане. Органами внутренних дел в местах массового пребывания людей будет организовано патрулирование и контрольно-пропускной режим с использованием технических средств и металлических барьеров. Сотрудниками МЧС планируется проведение надзорно-профилактических мероприятий. Проверки пройдут и на площадках, подготовленных к запуску фейерверков. Будут приняты и другие меры безопасности. Предусмотреть использование в новогоднюю ночь большегрузного транспорта в целях недопущения нестанционированного въезда транспорта в места проведения мероприятий и массового пребывания граждан. Заблаговременно организовать проверку работоспособности камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в местах возможного проведения и массового скопления граждан. Взять на контроль места туристической и досуговой привлекательности, особенно после январских праздников. Совместно с территориальными органами МЧС обеспечить проверку мест продажи пиротехнических изделий на соответствие предъявляемых требованиям. Также органам власти рекомендовали проработать профилактические тренировки, чтобы предупредить угрозы террористического акта и нападения на социально значимые объекты. На заседание комиссии вручили благодарности главы Чувашии за добросовестную и эффективную организацию работы по профилактике терроризма. Следственный комитет по Чувашии раскрыл особо тяжкое преступление против жителя Мариинского посада. 17 ноября текущего года два парня, 18 и 19 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретили знакомого и в ходе ссоры нанесли ему множество ударов. Один из нападающих также совершил насильственные действия сексуального характера. От полученных в результате телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени. Несмотря на то, что злоумышленники скрылись с места преступления, благодаря эффективной работе следователей, их личности удалось установить. Оба фигуранта задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы каждому. Сейчас проводится ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Каждому из них предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Одному из фигурантов также в совершении насильственных действий сексуального характера. В настоящее время следователям проводится комплекс необходимых процессуальных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Сегодня Олег Николаев встретился с победителями и участниками конкурса «Большая перемена». Встреча стала логическим продолжением заседания Госсовета, который прошел в четверг в Москве с участием президента Владимира Путина. В зале киностудии «Центр одаренных детей ЭТКЕР» – участники «Большой перемены», которые представили на суд жюри свои проекты. Конкурс проходит в 12 направлениях – наука и технологии. Творчество, журналистика, волонтерство, историческая память, урбанистика, путешествия, туризм, экология и другие. Как раз по экологии разработал проект Роман Михайлов. Изучал богатый животный и растительный мир национального парка Чивашвирмани. Это был проект, в котором необходимо проанализировать природную охранную территорию и предоставить сувенирную продукцию. Я выбрал именно шоперы, потому что посмотрел, что они сейчас в ходу, а также из эко-материалов, если их изготовить, то это как раз будет в тренде. Проект на 70% реализован, то есть уже есть готовая площадка, где эти шоперы можно приобрести. Но единственная проблема в том, что они пока в производстве, сами шоперы их еще не пошили, наклейки на них не наклеены. Роман планирует продолжить разрабатывать такие проекты, но уже не в рамках «Большой перемены». Не проходит по возрасту. В проекте могут участвовать школьники и студенты колледжей. Всего от Чиваши в 2022 году прошли регистрацию на участие в конкурсе более 12 тысяч детей. Радует, потому что само движение «Большая перемена» набирает из года в год обороты. Появляется возможность для каждого самореализоваться. Самое главное сделать это с теми ребятами, которые также относятся к жизни. Как на региональном уровне, а те, кто вышел уже на следующий этап, уже на российском уровне. Реализоваться и показать свои возможности ребята смогли в октябре в Артеке. По итогам финала трое получили по 1 миллион рублей. Эти деньги они смогут потратить на обучение в ведущих вузах страны или на запуск стартапа. Олег Николаев на встрече отметил, в ближайшее время в государственной молодежной политике произойдут изменения. В муниципалитетах появятся советники, глав администрации по делам молодежи, в Министерстве образования и молодежной политики, начальник управления в статусе замминистра. Обновят их госпрограммы по развитию молодежной политики. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Глава Чувашии подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки поисковых отрядов среди победителей и школа номер 54 города Чебоксары. Образовательному учреждению выделили 150 тысяч рублей для реализации проекта «Во имя жизни». Главная миссия поисковых отрядов – сохранение исторической памяти. Именно этим и занимаются ученики 54-й школы. На сегодняшний день информация об участниках Великой Отечественной войны, военного конфликта в Афганистане, боевых действий до территории Чеченской Республики и спецоперации на Украине находятся в различных источниках и труднодоступны для населения. Реализация проекта «Во имя жизни» позволит собрать ее в едином региональном общедоступном электронном ресурсе. Платформа будет работать по тому же принципу, что и сайты «Память народа» и «Подвиг народа». Еще больше людей узнают о героях Великой Отечественной войны и героях вооруженных конфликтов, в которых отстаивали интересы государства советские и российские солдаты. Открытость и доступность проекта позволят поисковым отрядам, волонтерам, добровольцам республики принять участие в формировании региональной электронной базы данных. Наш поисковый отряд «Живая память» школа номер 54 занимается поиском информации об участниках Великой Отечественной войны, а также спор информации о строителях Сурского оборонительного рубежа. Руководителем нашего поискового отряда является Храмова Мария Ивановна. На основе материала, собранного нашим поисковым отрядом, была составлена карта Сурского оборонительного рубежа, проходившего по Урморскому району Человеческой Республики. Патриотизм – не просто красивое слово для школьников. Ребята любят то место, где они родились и растут, благодарны защитникам Родины. Мальчишки берут пример с настоящих героев. Реализуется проект, который находится в интернете, виртуальный музей «Солдатская летопись». В нем находится более 700 историй наших героев, наших прадедов. Ученики нашей школы ищут информацию о своих героях с помощью историй своих родственников и архивных документов, которые находятся в интернете. В проекте принимают участие руководители поисковых отрядов. Поисковые отряды школ номер 29, 39, 40, 48, 59, гимназия номер 1, лицея номер 3 города Чебоксары, а также Шахобыловской основной общеобразовательной школы Урмарского района и Большесундерской школы имени Верендеева Маргаушского района Чувашской Республики. Благодаря им подвиги героев будут помнить вечно. Милиана Алексеева, Сергей Емельянов, Республика. Мечты сбываются. В этом заключается главный смысл проекта «Елка желаний». Акция стартовала в пятый раз. В роли волшебников вновь выступят руководители предприятий, органов власти, депутаты и глава республики. Подробности в следующем материале. На этой елке, в этих открытках самые заветные детские мечты. Новый год, время чудес. И нет ничего невозможного. С каждым годом желаний становилось все больше, а в акцию включались новые участники. Только в 2021-м исполнились мечты. Более 80 ребят. Глава республики исполнит желания сразу двух детей. Своему тезке Олегу он подарит квадрокоптер, а юной Маше телевизор. Доброта красит человека, отметил руководитель региона. Вот это мероприятие, в котором мы с вами участвуем, очень здорово, содержательно дополняет ту, наверное, волну добровольчества и желание служить и приносить пользу другим. И когда вот происходит такое чудо, что, казалось бы, недосяжимые мечта вдруг притворяются, эмоции, конечно же, они, как говорится, бьют фонтаном. За главой региона последовали и вице-премьеры, сняв с елки по два шара с детскими мечтами. Иван Заикин, Чувашская республика, 9 лет мечтает о планшете. А Лука Ананев, 4 года мечтает о конструкторе. Вообще, мы в Министерстве финансов, по сути, только этим и занимаемся, что исполняем желания. Вот. Но это шучу я, а если говорить серьезно, то, конечно, у нас всегда, когда есть обращения либо наших учреждений, либо муниципалитета, все, что связано с детьми, особенно с детьми, которые находятся объективно в сложных жизненных ситуациях, либо в наших учреждениях они содержатся, либо малообеспеченные семьи, либо неполные семьи, дети-сироты. Это всегда, безусловно, приоритет. Свои желания загадывали и дети из семей, мобилизованных в зону специальной военной операции, и ребята с ограниченными возможностями здоровья, и пожилые люди. Так вице-премьеру Дмитрию Краснову предстоит исполнить мечту 63-летней Минзии Валеевой. На Новый год она загадала смартфон. Новый год – это всегда волшебство, это всегда праздник. Если есть возможность дать это ощущение праздника и сказки детям, конечно, этим нужно воспользоваться. Но не все загадывали гаджеты. Председатель Госсовета Республики снял с елки очередную открытку с мечтой ребенка попасть в кабину машиниста. Если человек хочет стать машинистом, будем искать, сейчас дам поручение паровоз, чтобы игрушечный, чтобы тоже подарить, чтобы на память. Желание большинства ребят исполнится на следующей неделе. Мечты сбудутся. Главное – в это верить. И удачи вам в делах! И улыбок на устах! Чтоб любовь свела как роза! И небяло от мороза! Дмитрий Ковалев, Сергей Емельянов и Бахтияр Велиев. Республика. Момент, когда десятки детских голосов сливаются воедино. Хор 17-й школы города Новочебоксарска стал победителем республиканского этапа всероссийского хорового конкурса. На одной из репетиций перед уже федеральным этапом к ребятам заглянула наша съемочная группа. Над Россией белые снега, над Россией синие дожди, словно шепчут кровь и луга, потерпи, Россия, подожди. Аня Федорова учится в седьмом классе, а в школьном хоре поет с третьего. Здесь она нашла новых друзей, а главное, с каждым днем совершенствует свои вокальные способности. Я участвую в хоре, потому что мне нравится петь. Иногда дома бывают такие моменты, что я при работе какой-нибудь начинаю петь разные песни. И тем, что я участвую в хоре, я улучшаю, так скажем, свое пение. Всегда стараемся выступить хорошо, чтобы занять самые лучшие места. Одна школа, а хора целых два. Так много желающих петь на сцене. Один из них младший, это учащийся четвертого класса, а другой состоит из учеников среднего звена. И в каждом около 30 человек. Репетиции ребята не пропускают. Три раза в неделю собираются вместе. Песни в основном мы исполняем патриотического такого характера. Песни, например, детского композитора Якова Дубравина, «Россия, Россия» останется. И песня современного автора Михаила Прокопьева «Баллада». Хотя в нашем репертуаре, конечно, разные песни. Дети поют с удовольствием, им нравится, мамы радуются. Успешно прошли городской этап, заняли первое место и на республиканском уровне. Теперь настала пора активной подготовки к федеральному этапу, который стартует в январе следующего года. И каждый надеется на блистательную победу. Анна Сынтовская, Юрий Марков, Республика, Новочебоксарск. Смешной и поучительный в Чувашском драматическом театре прошла премьера спектакля «Цветочный бал Хрюши». О том, что больше всего понравилось детям и чем смогли зацепить актеры в нашем репортаже. Несмотря на короткий период подготовки, новая постановка получилась яркой, романтичной и увлекательной. Каждый актер вложил в нее душу. Каждый по-настоящему полюбил свою роль. Я играю роль петуха. Очень хорошая роль, мне очень нравится. Поэтому она очень такая живная, активная. Как и все знают, он хозяин двора. Поэтому как в этой сказке, так и происходит. Конечно же, меня все недолюбливают, потому что я хочу порядок наводить свой по своим правилам. По сюжету в сказке маленький поросенок Хрюша мечтает подружиться с бабочкой. Для этого он решает засеять двор цветами, чтобы она прилетела. Однако задир и петух убеждают, что дружба между поросенком и бабочкой невозможна. В финале постановки персонажи сказки объединяются и устраивают цветочный бал в честь дня рождения Хрюши, на который все же прилетает и бабочка. Животные с нашего двора думают иначе. Они говорят, что мы совсем разные и совсем друг друга не понимаем. Постановка интересна не только детям, но и взрослым. Яркая сценография, выразительная музыка, интерактивные элементы – все это дарит неподдельные эмоции. Пектакль очень понравился. Дети в восторге. И, конечно, они первый раз. Поэтому, наверное, мы думаем, что часто будем посвящать этот театр. Очень веселый, смешной. Мне понравился Хрюшка. Почему? Потому что он добрый, заботливый, смешной. На премьеру пришли и дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Всего в Чувашии в канун Нового года и в период зимних каникул для них пройдет более 70 новогодних представлений. Праздничные мероприятия продлятся до 9 января. Всего порядка полутора тысяч детей с каждого района, с каждого города республики посетят наши новогодние представления. Более 10 тысяч подарков от главы республики получат детки из таких семей. Безусловно, это помогает верить в чудеса, верить в добро. Посетить такие представления смогут более 5 тысяч детей из многодетных или малообеспеченных семей. Ну а посмотреть не только смешной, но и поучительный спектакль «Цветочный бал Хрюши» можно будет в Чувашском драмтеатре до конца декабря и во время зимних каникул. Анна Центовская, Юлия Адюкова, Игорь Зверев, Республика. Таковы главные новости 23 декабря в пятницу. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова